Ленский говорит, что шансов для ведения мирных переговоров становятся с Россией после вот этих ужасающих преступлений, после расстрела мирного населения, после убийства и насилия над детьми и многого другого, что шансов становится все меньше и меньше. Вот как вы считаете, действительно ли это военная составляющая займет основное место и возможно России придется просто капитулировать и никаких договоренностей не будет или все-таки место для переговоров еще есть? Ну место для переговоров всегда есть, всегда. Другой вопрос, что далеко не всегда люди готовы идти на переговоры. Лично я читаю слова Зеленского как заявление о том, что он себя чувствует все более уверенно. Переговоров просят те, или перемирия, просят те, у кого плохие дела. Плохие дела сейчас не у Зеленского. Он остановил операцию, которая готовилась несколько месяцев, ради которой было стянуто 150 тысяч человек, огромное вооружение. Зеленский смог это сдержать. Ну в широком смысле Зеленский. Зеленский как Украина. Зеленский как Украина. Спасибо и земной поклон, что называется. Так вот, я думаю, что инициатива постепенно переходит к Зеленскому, потому что теперь Путин должен, должен, вынужден нападать, причем там, где его ждут. Вот когда мы с вами говорили про Донбассу, про Донбассскую операцию, его там ждут. Его там давно ждут. Это укрепленная территория за эти 8 лет. И весь мир понимает, что он туда полезет, потому что больше ему лезть некуда. И в некотором смысле Путин находится в крайне некомфортной для себя ситуации. Он всегда привык делать то, чего от него не ждут. Ну, например, никто не ждал, что он двинется, кроме американской разведки, и британской, может быть, что он двинется с этой войной на Украину, потому что это чудовищная глупость. А он двинулся в расчете на то, что вот этой неожиданностью и победит. А оно не сработало. А теперь он сидит в капкане, и он вынужден делать те самые шаги, которые легко просчитывает любой такой человек, как я. Ну, понятно, что ему некуда деться на Киев, у него кишка тонка наступать, а в Донбассе он вынужден наступать, потому что его свои же иначе сожрут за то, что он проиграл. Так что, мне кажется, что после того, как переговоры начинаются, особенно с такими людьми, как Путин, которые не верят никаким словам и вообще никому не верят ни во что, кроме силы и денег, так вот, переговоры у таких людей начинаются только тогда, когда у них кончились силы. Когда вот ресурсы будут близки к исчерпанию, вот здесь он начнет говорить о гуманизме, о том, что надо думать о мирном населении, прекратить эту чудовищную мясорубку и так далее, и так далее. Потому что у него на мясорубке ручка отвалилась. Вот задача Зеленского говорить с Путиным на понятном Путину языке. Пока у его мясорубки ручка не отвалится, он будет перемалывать своих и чужих молодых парней, и не только парней, а и женщин, детей и стариков тоже, ради своей вот этой вот вполне экзотической модели мира. Поэтому скорость преступления, или не преступления, а подхода, приближения к тому, что называется переговоры, зависит от успехов Украины на поле боя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok